Всем привет! Вы на канале Мама и Я. И у нас сегодня новая рубрика. Называется она Трафарет. Мы все любим рисовать, но не у всех это получается очень хорошо, когда они только начинают или учатся. А вот трафарет нам может в этом очень сильно помочь и облегчить нашу задачу. И вы знаете то, что рисование это искусство. Мы сегодня возьмем трафарет «Самолет» и давайте посмотрим, что у нас получится. От обычного альбома для рисования. Снимем вот эти штуки. Будем рисовать акварелью. Давайте сначала его обведем, а потом уже будем красить мы. Знаете, если вы видите, что самолет разделен на части, в принципе он не так будет. Это просто, знаете что? Он не может. Просто если этих штук не будет, вот эти не будут в середине крыло, вот эти штуки просто попадают. И вот знаете, вот когда мы нарисуем, вот это обведем, мы сделаем вот эти штрихи, подправим. Ну, чтобы наш самолет не был на части разделен. И вы представляете, такой самолет был бы, если на части разделен. Он никуда бы не полетел, а просто развалился. И вот мы почти, мы отбили наш самолет. Давай посмотрим, что получилось. Дальше уже можно тебе соединять, где он должен быть, линии нужные нам. Угу. У нас же самолет должен получиться целый. Они развалены на части. А то будет непонятно, это самолет или что. Так, я, в принципе, уже все доделал. Вот так, все. Ну что, теперь сделаем его каким-нибудь разноцветным. Закрасим его, чтобы он стал намного красивее, да? Вы как думаете, какую лучше кисточку взять? Тоненькую, наверное. Большие, знаешь? А знаете, почему у нас две кисточки? Скоро вы узнаете. Давайте его сделаем, знаете, каким? Вот таким цветом, темно-зеленым. Давайте. И запомните, если вы работаете гуашем, много воды не набирайте, потому что он расплывается. И меня учитель один раз поругался это. И смотрите, сначала обведите сам рисунок. Так будет легче. А то вы выйдете за края, и будет как-то непонятно, что это. Поняли? Вот у нас крыло, да? Надо еще воды немножко намрать. И знаете, когда у вас сильно грязная вода в ней, поменяйте лучше воду, а то становится как-то некрасиво, мешается это краске. Или знаете, для чего? Вода становится нечистой и выходит некрасиво, наверное. Или, знаете, воздух там загрязный. Ну, чтобы там грязный красок не мешать. И вообще, если что-то красить, потом просто выветривайте комнаты. Это лучше будет. И вот мы наш закрасили. Теперь... Здесь будет стекло, наверное, его нужно будет сделать... Да. Каким? Колубом, да? Синим. А теперь закрашиваем. И вот знаете, когда мы закрасим, мы будем еще добавлять вот специальные. Ну, чтобы там скучно не было вам, мы добавим вот всяких добавок. Нет, ну не добавок там химических. Мы просто добавим вот там природы, там вот облака, там дорогу, там птичек. Ну, знаете, что самое главное знать от пассажиру поезда, который ведет поезд. Погода. Если погода там нехорошая, может там что-то отвалится и авария произойти. Или знаете, еще нельзя... А для самолета, который должен полететь, и для него важно, какая будет погода? Ну, для него нет, это же просто железо. Ну как? А что? Тоже важно. А если будет очень сильный ветер, как же? А, ну тогда да. Он просто разлетется, может останется, знаете, что... Здесь у нас где-то должны быть эти... Другие цветы? Окна, да, конечно. Это же самолет. Это здесь у нас... Скорее всего, смотри, сделай, подожди. Вот эти кружочки, это будут окна самолета. Нет, зачем ты закрашиваешь это зеленым? Здесь у нас будет окно. Окно. Я хорошо поменять буду. Я так думаю, что тебе нужно... Давай, сейчас подправим. Вот здесь сделать вот так вот закругление. Здесь и закрыть вот это. И вот здесь. И вот таким образом вот эти кольца, круглюшочки, оставляй. Конечно, это же окно будет. Те люди, которые летят в самолете, они смотрят, выглядывают в окошко и смотрят, что они пролетают, как идет полет, как они... Когда самолет садится на посадку, все они сразу в окно берут свои фотоаппараты и начинают снимать видеокамеры, да? Это же самый такой, эти, трогательный, интересный момент. А знаете, напишите в комментариях, кто летел на самолете. И напишите, вас там не тошнило, там страшнее было. Ну, какое там предчувствие было. Нет, посмотрите, какая у нас стопка. Да, стопка у нас трафаретная и большая, поэтому у нас будет целая большая рубрика. И знаете, у нас... Мы вам каждый раз будем показывать новые-новые картинки. Знаете, у нас будут не только такие трафареты, где один там рисунок, а несколько. Например, там инструменты, а там их несколько. А можно сделать этот самолет? Он у тебя будет полностью зеленый или что-то будет там еще другое? Что-то еще другое будет. Вот это закрашиваю. Закрашиваю аккуратно. Видишь, если бы ты выбрал другой цвет, например, не зеленый, то тогда твои окошки были бы видны намного четче. Например, если бы самолет был какого-нибудь там красного цвета, то вот здесь, кстати, было там еще одно окно, а ты его уже закрасил. Видишь, вот здесь в трафарете. Здесь нужен голубой цвет. Вот голубой, 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 и здесь голубое стекло. Ну, давайте... Ого, смотрите вниз, сюда. А что смотреть? Ты хочешь показать, что вода становится такая прокрашенная, да? И она какая-то синяя. А напишите в комментариях, у кого какие любимые цвета. У меня, например, синий, красный и темно-зеленый. И бордовый. Так, давайте теперь его закрасим красным. Вот таким, малиновым. Мне кажется, что он на оранжевый немножко похож. На оранжевый вот этот цвет. Вот этот. Не кажется? Нет. А, да. Или там на коричневый. И, знаете, вам нравится вот этот самолет или нет? Тоже это напишите в комментариях. Смотрите, что это за цвет. Я не знаю, такого цвета. Еще сейчас удалим его. Вот знаете, что... Красим аккуратно, за контуры не выходим. О. Ага, видишь, сам говорил, много воды не нужно, потому что она растекается. А сам перебрал чуть-чуть. Видишь? И за счет этого, получается, может немножко рисунок растекаться. Поэтому, когда мы закрашиваем карандашами, кисточкой, обязательно следим за контурами. А если красим красками, еще и надо смотреть, чтобы у нас не было очень много воды. Потому что это может испортить наш рисунок. А это что такое? Что это такое? Это что у нас? Наш самолет попал... Залетел в облако? Спрятался за облаком? Или что это такое? То есть, после того, как вы воспользовались трафаретом, нужный рисунок у вас получился, вы дальше можете подключать свою фантазию и добавлять что-то от себя. Но не переборщите, потому что рисунок можно как улучшить, так и испортить. Это правило всегда нужно помнить. Знаете, давайте вот так делаем круг, облачко рисуем, а тут напишем раскраска. Давайте. Нет, не будем мы здесь писать раскраска. Давай мы сделаем здесь солнышко. А кто вообще летает выше? Самолет или птички? Вообще-то... Я думаю, самолет поднимается высоко. А есть птички, которые летают вот чуть-чуть выше над нашими домами. Поднялись, да, 10-этажный дом? Нет, есть выше гор, которые поднимаются. А у нас какие птички будут сейчас? И будут ли они сейчас на этом рисунке? У нас будут, знаете, какие. Будут или не будут птички? Не будут. Не будут, пускай, не будут. У нас такой большой самолет. О, я придумал. Так, это что у нас получилось? Вот это акроза. Давайте вот тут. Это у нас самолет в капсуле? Это что, киндер-сюрприз? Или это все-таки у нас самолет, который летит в небе? А давайте все-таки сделаем, как вот там с парашютов спускаются люди. А, можно и так. А где парашют будет? Раз парашютов спускаются, значит парашютисты будут уже где-то здесь, а внизу, да? Парашют умеешь дорисовать? Вот такая будет шапочка такая, вот такая, оп, шапочка. И такие полосочки, да, что там парашютисты спрыгивают. Смотрите, когда у вас краска кончается... Там много воды. Смотрите, когда краска кончается, вы берите на кончиках, если осталось, вот сюда, и получается краска там есть. У тебя не сильно сейчас будет там, ага, вот такие полосочки, да? Что это? Парашют. Нет, специальный элемент надо, который держит, да? Вы знаете... Все, а человечка там уже будет не видно, потому что он уже уйдет за кадр. Нет, немножко видно будет. Немножко видно будет? Это же как-то... Возьмем вот такой цвет. А что это за цвет? Напишите в комментариях, что это за цвет вот этот. Вот у тебя они здесь немножко уже испачканы, поэтому надо было промыть их немножко, да, эти краски? Нет, ну и сейчас. Смотрите, вот этот. Давай дорисовываем. С нашего самолетика выпрыгнул один парашютист. Он еще привет показывает, что ли? Лети, да, руки открыл. Помогите! Спасите! Я в первый раз. А боится, что... Я так хотела, но так и боюсь. Нет. Высоты. А знаете... А у нас был только один парашютист? Или будет еще один? А давайте, знаете, сделаем парашют в форме тыдыщ. Тыдыщ. Давайте. Давай сейчас тебе немножечко. У тебя вот у парашюта должно быть как-то вот так вот. Или... Ну ладно, я тебе не мешаю. Давай сам. Давайте. Добавляем. Вот так сделаем. Вот сделай как зонтиком, вот так. У парашюта же как зонтик, да? Когда он начинает спускаться. А давайте я сделаю парашют в форме тыдыщ. А тыдыщ это как? Нет. Вот такой парашют. Нет, такой парашют не получится. Тыдыщ ты используешь где-то в другом месте, а ты сейчас просто можешь испортить рисунок. Парашюты такие бывают. Вот так? В форме зонтика. Вот так. Дайте, подскажу, помогу. Вот так вот. Раз. И вот такие парашюты. Здесь они тоже вот такие полосочки у них, да? Но сам парашют вот такой формы. И потом здесь от него идут веревочки, да, такие? Вот так вот, да? Для парашютиста. Вот парашют. Здесь затрасишь вот эту шапочку. Вы знаете, будет прикольно, если сейчас человек будет не на парашюте, а держаться за одну веревочку. Угу. Случайно он схватился там. Давайте сделаем так. Он держится за одну веревочку. У тебя уже там так не получится. Ну, давай, теперь давай, наверное, сделаем здесь где-то вот в углу солнышко. Только его не очень большим. Нет, получится. Тут же можно там голову и руку немножко нарисовать. Ну, вот этот цвет. Вот так рисуем. Человечка. Потом тут уловище. Вот так. И вот так. Смотрите. Прикольно. А давай сейчас я тебе покажу. Где-нибудь вот здесь сделаем еще одну птичку. Парашютист рядом с птичкой. Сейчас. Это черный у тебя цвет? Да. Сейчас. Раз, 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 раз. Ой, смотрите. Сейчас, подожди, подожди. У меня два черных. Вот смотри. Вот сейчас здесь будет такая птичка. Вот одна. Вот еще одна летит. А смотри, у меня... Сейчас, подожди, подожди. Тихо, тихонечко. Вот еще одна птичка у нас. Мы ее сейчас сделаем. Ой, это голодчик. Так, и вот где-нибудь. Слушайте. Вот так. Все, достаточно. Много не надо. Слишком много птичек будет тоже. Это мы можем рисунок таким образом испортить. Нет, я хочу... Подожди, у меня вот эта птичка сейчас. Эту птичку я ее не дорисовала. А можно мы возле самолета мы сделаем несколько? Ой, прямо возле самолета? Ага. Ну давай еще парочку и не больше. Можно я? Давай, теперь ты тоже сделай такими маленькими. Ой, это очень большие. А это галочки. Видишь? Ты же посмотри, как я сделала птичечку. Так и так. Все, достаточно. Давай, моем кисточку. Теперь нам не хватает там, где-то в углу солнышка. Давайте это большое, солнышко. Как где-то вы желтый. Ой, очень много воды. Очень много воды. И таким образом у нас сейчас может быть рисунок мокрый. А мокрый рисунок, это плохо. Вот здесь. Сильно много солнца не надо нам. Давайте вот такое ее сделаем. Очень большое. Вот такое? Ну вот где-то так. Все. И нам не хватает нормального неба. А знаете... Немножечко вот так вот разведи. Вот так, смотри. Теперь берем большую кисточку. Где у нас голубой? Ты голубой очень много любил этот цвет, по-моему. И у нас его очень мало осталось. Да? Смотри. Теперь берем и немножечко придаем. Вот буквально вот так вот. Это у нас небо. Вот так вот. Вот так вот. И его надо вот так вот. Вот так вот. Потом растушевать. То есть мы дали, а сами вот потом берем и растушевали. Чтобы вот... То есть у нас небо тоже не однородная, да, такая вот, полностью синяя. А вы знаете то, что Солнце... Это вот... Вот так, вот так, вот так. Мы передали этому... А вы знаете то, что Солнце... Это не планета. А что это Солнце? И не спутник. Вот спутник наш, это Земля. А спутник Марса, знаете что? Это астероиды. А вот спутник... А вот Солнце это... Я не помню. Солнце это наша звезда. Да. Вот что ты хотел сказать. Да. И немножко подзабыл. Так. Ну что, вот рисунок почти у нас завершил. Завершили мы наш рисунок. А где трафарет, который мы пользовались? Я не знаю. Ага, мы его отложили вот сюда в стопку. Ну вот смотрите, ребята. Используя вот такой вот трафарет для самолетика, у нас получилась вот такая вот картина. А знаете... Если вам понравилось... А в следующий раз мы будем делать вот такого трактора. Ну это будет в следующий раз. Да. А в этот раз, если вам понравился этот рисунок, ставьте нам лайки. Нам будет очень приятно. Пишите комментарии. И на этом мы будем закругляться. Давай, прощаемся. Пока-пока. Пока-пока.